Телеканал «Дождь» и проект «Майлдбери Инспирэйшн» представляют цикл лекций к столетию Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. И прямо сейчас нам предстоит узнать, где же искусство встречается с наукой. Как попадают экспонаты в музей, как они оказываются в постоянной экспозиции музея, а как формируется временная выставка. Обо всем об этом нам прямо сейчас расскажет заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Андрей Толстой. Встречаем. ЛЕКЦИИ НА ДОЖДЕ ЛЕКЦИИ НА ДОЖДЕЙ Писательниц, поэтесс русского серебряного века Анастасии Цветаевой и Марина Цветаевой. Вот здесь на этой фотографии вы видите профессоров Московского университета в кабинете изящных искусств, который еще тогда располагался на Большой Никитской улице, ну где старое здание университета. Иван Владимирович Цветаев крайне слева, первым. Вот тут в связи с этим у меня есть интересная цитата. Это цитата из записки о музее изобразительных искусств имени Александра Третьего при императорском московском университете, который был написан Цветаем в 1898 году. Цитата такая. Это программа в лучшем смысле этого слова, в смысле, который можно сравнить с теми устремлениями просветителей 18 века, которых мы хорошо знаем. И в 1898 году музей был заложен, как раз в это самое время Цветаев написал эту свою записку, а в 1912 музей был открыт. Вот в этом году мы как раз отмечаем 31 мая по старому стилю, 13 июня по-новому, вот открытие нынешнего музея имени Пушкина, тогдашнего музея изящных искусств. И еще одна цитата, это портрет Ивана Владимировича Цветаева, еще одна цитата, это цитата уже оценивающая значение музея. Известный русский археолог, один из основателей российской классической археологии, профессор Борис Владимирович Формаковский писал по поводу открытия музея, вернее писал самому Цветаеву. «Дело, которое вы сделали в Москве, великое дело. Созданный вами музей отметит новую эру в истории нашей науки в России. Будущие наши историки искусства всегда будут с благодарностью вспоминать ваше имя. Они все будут вам весьма и весьма обязаны. Да и разве одни специалисты скажут вам спасибо?» И это правда. Это действительно так. Мы, во-первых, очень чтим и помним всегда Ивана Владимировича Цветаева. И действительно, не только специалисты, но многочисленные зрители, как вы понимаете и как вы знаете, проходя мимо музея Пушкина, в виде огромной очереди, действительно благодарят Ивана Владимировича Цветаева за его замечательную благородную идею. Это сотрудники Музея изящных искусств уже в первый год после его открытия, в 1913 году. К сожалению, Иван Владимирович Цветаев пробыл директором своего любимого детища всего два года, даже не полных два года. И в 1913 году его не стало, и директором стал его ближайший коллега, тоже профессор Московского университета, известный археолог, специалист по античной культуре. И Владимир Константинович Мальмерк, он здесь изображен вторым слева, вот стоит он слева. Он член археологических обществ и комиссий Москвы, Петербурга, Одессы, член-корреспондент Германского археологического института, еще много-много у него регалий. То есть, с самого начала университет и музей были очень тесно связаны, вы знаете, потому что музей, собственно говоря, вырос на основе вот этого кабинета изящных искусств университета. И, конечно, наука, университетская наука, безусловно, уже в самом начале была представлена в нем, причем не просто, так сказать, какими-то такими проходными как бы участниками, но лучшими профессорами, лучшими силами Московского университета и кафедры истории и искусства. Ну, за годы работы музея, за годы его существования, за сто лет, здесь проработали очень много замечательных наших историков искусства. И, в общем, можно сказать так, что музей имени Пушкина вообще является такой колыбелью отечественной науки, по крайней московского, так сказать, ее извода, отечественной науки об искусстве. Все крупнейшие наши специалисты так или иначе имели работу или были связаны с работой в музее имени Пушкина, в музее изящных искусств, впоследствии в музее имени Пушкина. Вот еще раз портрет Владимира Казахстановича Маленберга, второго директора музея изящных искусств. И дальше вот эта преемственность, так сказать, то, что профессора Московского университета становились директорами музея, и что не вело совсем к тому, что они бросали свою преподавательскую практику, стала такой нормой. Следующим директором музея был Николай Ильич Романов, тоже профессор Московского университета, близкий друг и Маленберга, и Цветаева. А это тоже известные лица, которые связаны с научной работой музея. Это слева Андрей Александрович Губер, известный историк культуры и искусства, профессор Московского университета, впоследствии профессор ВГИКа, преподавал историю искусства. И самое главное, что он с 1945, оцените, с 1945 по 1970 год был главным, бессменным главным хранителем музея имени Пушкина. Дальше один из сотрудников музея. А справа стоит Павел Дмитриевич Корин, очень известный художник советский, мастер, так сказать, монументальных росписей, мастер живописных композиций, но при этом он был еще и реставратором. И с 1932 по 1959 год, тоже видите, какой длительный период. Вообще, надо сказать, что люди, которые посвящались музею, они связывали с ним себя, если не на всю жизнь, это очень долгий период. Так вот, с 1932 по 1959 год Павел Дмитриевич Корин советовал мастерскую реставрации живописи. И он провел реставрацию многих знаменитых картин собрания музея Пушкина и Дрезденской галереи вместе со своей супругой Татьяной. И вот это было, конечно, очень большим вкладом. Я сейчас чуть позже скажу о том, что реставрация является для научной составляющей музея. Конечно, научная деятельность состояла в музее не только в подготовке постоянных экспозиций, о чем я тоже чуть-чуть скажу ниже, но и в таких очень интересных творческих, я бы сказал, делах, как, например, вот здесь перед вами очень любопытная фотография. Это обсуждение конкурсных проектов памятника Николая Васильевича Гоголя в Москве. Это конец 30-х годов, но, как известно, долгие были дебаты по этому поводу, и памятник, в конце концов, поставили уже после Великой Отечественной войны. Но вот в Белом зале музея имени Пушкина, как раз буквально год после того, как музею было присвоено пушкинское имя, оно было присвоено в связи с столетием со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Так вот, в Белом зале музея имени Пушкина приходит обсуждение конкурсных проектов на памятник Гоголю. Ну, сегодня вам рассказывали о конкурсном проекте на Дворец Советов, обсуждение тоже шло в музеи, как вы знаете. Ну, конечно, научная деятельность музея всегда требует, не только каждый из сотрудников ведет какую-то индивидуальную тему, конечно, происходит какие-то обмен мнениями, заседания и научные сессии. Вот здесь одна из научных сессий и заседания ученого совета. Конечно, все главные труды, все главные такие научные разработки, не только печатные труды, но и разработки концепций выставок, концепций постоянных экспозиций обсуждаются на ученом совете. Здесь вот перед вами одно из заседаний ученого совета в читальном зале Дома графики, который я тоже вам покажу чуть позже. И здесь в центре тоже очень известный наш историк искусства Андрей Дмитриевич Игодаев, который работал в ГМИ и старшим научным сотрудником, сначала в гравюрном кабинете, затем в картинной галереи. А справа от него, в центре тоже, лицом к нам, Ирина Евгеньевна Данилова, очень долгие годы бывшая заместителем директора по научной работе музея имени Пушкина. Ну вот, среди примеров таких научных сессий, вот, например, сессия, посвященная 500-летию со дня рождения Рафаэля в 1983 году. Вот, и здесь вы видите в центре слева Ирина Александровна Антонову, которую вы видели уже здесь, вот, на этом месте. А справа от нее тоже очень известный профессор Московского университета Виктор Николаевич Гращенков, который был специалистом как раз по искусству итальянского возрождения, написал большую монографию о Рафаэле, и вот он здесь выступал с научным докладом. Ну, это та же конференция. Например, международная деятельность музея, которая, как вы сегодня уже слышали, увенчалась организацией целого цикла замечательных, выдающихся, важных выставок, вызвала, так сказать, такой, ну, выработала такой авторитет музея в глазах специалистов зарубежных. И вот здесь перед вами довольно интересно, это Конгресс египтологов 1991 году, был большой конгресс, международный конгресс египтологов в Москве, именно в музее имени Пушкина. Вот, ну, после успешной выставки Тотанхамона, сокровища Тотанхамона, которая прошла в 1973 году, такой вот, так сказать, омаж музею был вполне естественен. Вот сама сессия в итальянском дворике, как вы видите, нашего музея. Ну, это в Белом зале была развёрнута специально, к этому конгрессу была развёрнута специальная выставка египетских коллекций. Но я думаю, что можно здесь сказать, что как раз египетская коллекция была одной из первых, которая попала в музей, вот наряду со слепками, которые составили, так сказать, его костяк вначале. В первой коллекции подлинников, которые попали в музей, как раз была коллекция египетских древностей знаменитого путешественника и коллекционера Голенищева. И вот наша коллекция египетских древностей одна из лучших в Европе. И даже можно считать, занимаем действительно одно из ведущих мест. И, как я думаю, надеюсь, вы знаете, там действительно есть замечательные произведения, которые показываются, конечно, к сожалению, далеко не полностью, поскольку не так много площадей у нас возможностей выставочных. Ещё один замечательный учёный, связанный с музеем очень долгие годы, и одновременно, так сказать, авторитетный искусствовед, Борис Робертович Виппер. Он был и профессором Московского университета, и заместителем директора нашего музея по научной работе тоже очень долгие годы, с 1944 по 1967 год. Он был специалистом по западноевропейскому искусству эпохи Возрождения и XVII века, написал несколько очень основополагающих трудов, монографий. Но надо сказать, что помимо Виппера и помимо уже упомянутых, надо назвать связанных с музеем имена таких, как Виктор Никитич Лазарев, специалист по древнерусской и византийской живописи, один из крупнейших специалистов мирового уровня. Вообще все эти имена – это люди действительно не просто такого внутреннего, так сказать, до внутреннего, что называется, круга, а именно международного уровня признания. Их труды переводились на многие зарубежные иностранные языки, в зарубежных странах. Когда Борис Роберт Вичер Виппер скончался, было решено в честь него ежегодно проводить в музее научные сессии, которые получили название «Випперовские чтения». Это была первая в истории нашего искусствознания научная конференция, которая приурочена к научной работе музея. И приглашаются специалисты из разных других учреждений, которые занимаются историей искусства, не только изобразительного искусства, но и историей театра, истории литературы, истории музыки. И вот эта синтетическая история искусств, которая обсуждается каждый раз, определенная тема назначается, иногда связанная с той выставкой, которая развернута в этот момент в музее. И происходит вот такой свободный обмен мнениями. Совершенно уникальная такая междисциплинарная была инициатива, которая принадлежала тоже Ирине Александровне Антоновой и Ирине Евгении Даниловой. Вот здесь как раз они тут и сидят. Вот в первом ряду, видите, Ирина Александровна, у нас крайняя справа, в середине это ученый-секретарь, в то время работал Борис Ильич Перлов. И слева Ирина Евгения Данилова, наша бессменная, как я уже говорил, заместитель директора по науке. Ну вот, я уже много говорю о людях, но, конечно, люди создают действительно большое количество трудов. И вот первые научные труды, такие ежегодники, вернее, даже альманахи, которые выходили несколько раз в году, или там, ну, по крайней мере, не меньше двух раз, назывались «Жизнь музея». Они выходили в 20-е годы, это были первые такие научные труды музея. Конечно, с тех пор очень много было написано, очень много было опубликовано. Но среди самых последних, я думаю, что стоит упомянуть то, что для нас является предметом такой законной гордости, эти так называемые каталоги Розене. То есть очень подробные, досконально описывающие не только сам памятник, не только всю литературу о нем, так сказать, приводящие, не только все выставки, на которых это произведение показывалось, но и аналогии, которые имеются в зарубежных собраниях, подобного рода вещей. Вот видите, здесь один из самых последних каталогов – это французский рисунок конца 19-го, начала 20-го века, японская гравюра и русский рисунок. У нас музей имени Пушкина обладает огромной, необычайно богатой, широкой коллекцией именно русского изобразительного искусства, в частности, русской графики. И поэтому, так сказать, это работа, которая продолжается много лет, вот над этими каталогами сотрудники, занимающиеся той или иной специальностью, той или иной темой, разрабатывают в течение многих лет. И это их авторская работа, их научная работа, научный вклад в деятельность музея. Ну вот еще другие каталоги, которые вы здесь видите, это по каждой теме, по каждой коллекции, значит, коллекция живописи, коллекция графики. У нас есть еще и коллекции, например, начали обрабатывать частично коллекции прикладного искусства, в частности, в прошлом году прошла очень интересная выставка тканей коптов, для этих, значит, египетских христиан, вот это тоже было сделано такой вот в виде научного каталога. Научный каталог – это вообще такая основа, так сказать, изучения коллекции музея и основа построения постоянной экспозиции. А, соответственно, на этой уже базе, в свою очередь, можно думать о различных выставках, экспозициях временных. Ну, конечно, произведения литературные, научные труды, точнее, должны быть где-то размещены. И вот библиотека, это одно из первых помещений библиотеки, в одном из залов, теперь уже занятых под экспонаты. Вот как она выглядела в конце десятых, в начале двадцатых годов. И вот, что писал по этому поводу Цветаев. Опять возвращаюсь к записке о Музее изящных искусств 1898 года. При музее библиотека будет иметь специальный историко-художественный характер. Здесь предполагается сосредоточить всю существенно важную литературу для изучения искусств и быта древних и новых народов. Атласы, художественные увражи, обширные издания памятников, литературную разработку истории искусства в трудах учебого характера и в специальных монографиях на все главнейших языках. При библиотеке предполагается устроить читальный зал для студентов и публики, для которой он должен быть открыт ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней. Начал библиотеки этого рода университетом уже сделано. Остается лишь неуклонно идти по этому практикой намеченному пути. Конец цитаты. Вот библиотека действительно наша и обладает одной из самых богатых коллекций не только, так сказать, справочных изданий всякого рода, но и монографий на многих-многих языках. Это вот один из очень любопытных снимков. Это библиотека в некоторый период своей истории, а именно с 1924 по 1930 год, располагалась в самом главном выставочном зале нынешнем, в белом зале. Вот фотография такая документальная, может вам представить, как это выглядело. Ну вот эта библиотека переместилась уже в цокольный этаж. Вот она здесь, съемка, значит, старая, где-то, наверное, 30-40-х. А вот сегодняшняя библиотека, ну, мало что изменилось, тоже под сводами сидят наши сотрудники, и очень много коллег из других учреждений, из университета приходят, конечно. Не только профессора и доценты, но и приходят студенты, и все имеют возможность пользоваться богатейшим фондом библиотеки Пушкинского музея. Вот одна из полок, где справочные издания представлены старые. Конечно, деятельность научная такая, исследовательская, публикационная, она, конечно, не может, так сказать, занимать все время и все сознание людей. Так или иначе, людям свойственно иногда как-то переключаться. Вот один из таких замечательных возможностей переключения, это был самодеятельный театр, который существовал в музее еще в начале 20-х годов. Вот, и здесь как раз любительский спектакль в Государственном музее изящных искусств. Тут сотрудники музея, которые, вот видите, замечательно, сами изготовили костюмы, сами на основе знаний тех, которых они в научной сфере приобрели, вот они тут разыгрывают спектакль, наверное, из шокопировских времен. И, конечно, еще один очень интересный и важный момент, как бы, вот этой интердисциплинарности подходов к музейной работе и как бы такого нестандартного, нетрадиционного видения этой работы, это организация музея так называемых декабрьских вечеров. Это фестиваль музыкальный, но это не просто концерты. Дело в том, что в декабрьские вечера, так же, как и виперовские чтения, это приурочено к какой-то выставке. Если виперовские чтения – это как бы такая научная дискуссия и научное обсуждение определенного исторического периода или определенной темы, то в декабрьские вечера – это концерты на фоне выставки. Они привязаны к выставке по тематике, по, так сказать, исполняющейся музыка, как правило, связаны по времени с теми произведениями, которые висят на стенах и экспонируются на стенах. И эта традиция тоже очень прочно держится. Она каждый год происходит в декабрьские вечера, которые пользуются большим авторитетом среди музыкантов и, конечно, большую популярность из републики. И билеты туда, как, может быть, вы знаете, совершенно невозможно достать. И здесь вот один из первых декабрьских вечеров начались в начале 80-х. Вот один из первых декабрьских вечеров – это 1984 год. Слева Наталья, в центре Наталья Гутман, слева Олег Каган, знаменитый скрипач, и справа Святослав Рихтер. После кончины Рихтера этот фестиваль называется «Декабрьские вечера имени Святослава Рихтера». Ну, там не только музыкальные концерты, потому что очень часто, когда происходит какая-то выставка, происходит и литературное чтение, и литературный концерт. Вот, пожалуйста, Андрей Вознесенский выступает. Или, например, Вознесенский и Евтушенко сидят. Или, вот, например, Владимир Спиваков со своим ансамблем выступает. Или вот Юрий Башмет. Ну, это каждый год программы варьируются, но неизменно, так сказать, самый высокий уровень исполнительства и самый высокий, так сказать, я бы сказал, ранг тех музыкантов, которые приезжают и принимают участие. Для них это большая честь принять участие в декабрьских вечерах. Ну, вот это уже, так сказать, один из залов, вид белого зала, как он смотрится от сцены во время одного из концертов. Совершенно особенная область деятельности, и, помните, Цветаев в самом начале об этом говорил, это просветительская, популяризационная работа. Причем эти формы самые разные бывают, эти работы. Вот здесь перед вами очень интересная, целый цикл будет фотографий. Это лекция одной из сотрудниц музея Кориной на текстильной фабрике «Красная роза», 1965 год. Смотрите, прямо среди огромных этих кусков ткани сотрудница музея рассказывает работницам, которые прямо тут, ну, какое-то короткое время, они прервались, может быть, на обеденный перерыв, рассказывает о музее, рассказывает о его коллекциях. Вот здесь, например, вы видите, она демонстрирует итальянский дворик, фотографию итальянского дворика, рассказывает о происхождении каждого из этих памятников, которые там представлены. И вот смотрите, как слушают ее ткачихи. Вернее, не ткачихи, а, ну да, ткачихи, наверное. Те, кто создают эти замечательные ткани, они с огромным вниманием слушают своего лектора. Ну, конечно, это зависит от таланта выступающего, но вот, безусловно, что материал какой-то настолько новый, неожиданный, что люди совершенно завороженно слушают. Вот по поводу просветительской работы очень интересная есть цитата тоже из Цветаева, из письма Цветаева третьему, будущему третьему директору Музея изящных искусств Николаю Ильичу Романову. Это, правда, 906 год, когда до музея еще было далеко. «В наш с вами музей изящных искусств после станут приходить все труждающиеся и обремененные всяческими заботами. И здесь найдет из них каждый и внутреннее успокоение, и поучение, неизменно изливаемое произведениями науки и искусства. Тут не будет ни правых, ни левых, там будет только наслаждающиеся и просвещаемые». Вот есть, так сказать, очень интересный такой вот перекличка от идей Цветаева уже к идеям, к просветительской практике более позднего времени. А это экскурсия, экскурсия, часть просветительской работы не только, конечно, выезжать в цеха и читать лекции в рамках общества знания, что было в повседневной практике в 60-е и 70-е годы, но и вводить экскурсии по самому музею, по самим коллекциям музея. Еще одна цитата из Цветаева. «Идея этого музея и движется, и растет, и получает успех выполнения только благодаря чистоте намерений и высоте поставленной цели – дать университету и нашему юношеству новое идеально изящное учреждение. В этом все честолюбие, вся награда, все наивысшее удовлетворение, перед которым всякое другое возмездие исключается из души совсем, как тлен, как вздор, как суета». Вот это приобщение к высокому, вот в данном случае на примере памятников древней Ассирии, слепков памятников древней Ассирии, вот одна из таких экскурсий в 40-х годов. Тут, конечно, все, кто ведет экскурсии, известные лица, известные для истории музея, и, так сказать, такие логи из них занесены золотыми буквами в историю нашего музея, которые мы вот как раз недавно написали и скоро издадим в виде больших двухтомного книги. Вот работа, конечно, просветительская, очень важна для зрителей, для широкого зрителя, но, конечно, особенно важна работа с детьми. И вот опять я возвращаюсь к Цветаеву. Учреждение, о котором идет речь, значение общего, не узкоспециальное, по своему характеру, не партийное, не сословное, а, как бы я вот сказать, общеродительское, общедетское, такое под просветительную сень, которого в будущем все московские отцы будут посылать своих детей, а дети, не только дети, как дети, но и дети всякого чьи народа и звания станут ходить туда и учиться, облагораживать там свою душу, свой вкус и нрав. Это из письма Цветаева 897 года. И видите, вот детские экскурсии действительно с самого начала были очень важны для музея, и эта деятельность никогда не прекращалась. И теперь при музее существует целый центр эстетического воспитания под названием «Мусион», где дети не только слушают лекции, не только занимаются с преподавателями в залах музея, им рассказывают те или иные этапы истории искусства, но и могут сами, попробуя себя в роли художника. Они лепят, они делают гравюру, они делают эскизы будущих композиций монументальных или копируют живописные подлинники, рисуют египетские древности и так далее. Эта работа необычайно увлекательна для тех, кто ее ведет, и настолько благородные усилия, и настолько это окупается, так сказать, старицей вот это внимание детское, что те, кто работают в этом центре эстетического воспитания, безусловно, счастливые люди. Я просто могу это подтвердить. Ну, экскурсии. Разного рода экскурсии. В разные времена сняты фотографии. Ну, вот неизменно интерес. Вот Наталья Николаевна Ковалдин, например, сотрудница как раз именно детского центра имени «Мусион», которая здесь, видите, ведет экскурсию по французской живописи. Привозная выставка французских импрессионистов 70-х годов. Но и сейчас она продолжает работать в музее именно таким уже мастером работы именно с детьми, с детской аудиторией преимущественно. Еще одна важная сторона просветительской работы – это лекционная работа. Не только экскурсии, не только выездные заседания, выездные такие показы, но и лекции. И вот что писал Цветаев. Еще раз одна цитата из Цветаева, из его записки о Музее женских искусств 1898 года. «Преподобание истории искусств с развитием фотографий и усовершенствованием в области техники требует в настоящее время особых приспособлений. Но на это обращено внимание будет при устройстве специальной аудитории музея. Преимущественное внимание будет этому уделено. Ввиду возможности чтения публичных курсов по истории и различным отдельным вопросам искусства аудитория музея должна быть поместительна и снабжена всеми лучшими акустическими условиями». И это действительно так. Лекции в музее идут по многим десяткам циклов и пользуются огромным успехом. И эти абонементы расхватываются, так сказать, любителями искусства очень быстро. Это тоже показатель такой нужности и популярности этой работы. Ну вот лекции, как читаются. Лекции, видите, лекция самовлечен. Потому что если лектор не будет увлечен своим сюжетом, своим предметом, он, конечно, не сможет донести до аудитории, так сказать, свои знания и свой эмоциональный такой вот настрой. И, конечно, вот это очень важный контакт со зрителем и со слушателем. Последний кадр из этой цикла, я хочу показать, это сотрудники отдела популяризации. Видите, он большой достаточно, потому что действительно очень много экскурсантов, очень много разных интересующихся музейной коллекции. И вот они все представлены здесь на ступеньках лестницы в 60-е годы. Музей изобразительных искусств у меня Пушкина читает лекции уже не только в своих аудиториях, но и вот, как вы сейчас можете наблюдать на телеканале «Дождь», мы прервемся на небольшую рекламу. Напомню, что наш лектор – это Андрей Талстой, заместитель директора Музея по научной работе.